дорогие мои приветствую вас мы сегодня будем делать очень полезное очень простое и вкусное печенье с овсяными хлопьями что нам потребуется овсяные хлопья сахар мука яйцо у меня здесь пекан и вяленая вишня от компании царь миндаль очень классная и очень хорошего качества масло размягченная сода мед и сливки мы будем сегодня пользоваться нашей прекрасной машиной мы будем использовать ее не просто как перемешивание взбивания мы также воспользуемся насадкой комбайн для машины кукинг шеф если вы еще не знаете покупать вам эту насадку или нет сейчас вы ее увидите в действии и посмотрите нужно она вам будет или нет что мы делаем в первую очередь открываем специальный сверху клапан устанавливаем нашу насадку и я вам расскажу что мы будем помещать в насадку ну во первых в насадку у нас уйдут пекан и вяленая вишня а также мы очень мелко и скрошим кукурузные хлопья закрываем насадку и включаем машину буквально несколько секунд нам потребовалось чтобы мы покрошили орехи порубили вишню мы оставили видите некоторые кусочки крупными остались вы можете сами контролировать до какой степени вам измельчать те или иные ингредиенты насадкой мы больше пользоваться не будем комбайн нам уже сделал всю работу за нас я додвигаю машину и теперь будем пользоваться дежой наши любимые которые мы все перемешиваем и взбиваем вижу миксера я помещаю масло она комнатной температуры и сахар и отправляем взбиваться во взбитое масло с сахаром добавляем одно яйцо добавляем пол чайной ложки соды перемешиваем а в яично масляную смесь добавляем одну ложку меда как только смесь перемешалась мы добавляем туда перемолотые орехи вишню и кукурузные хлопья перемешивать можно на небольшой скорости нам просто нужно чтобы масса стала однородной и теперь в эту смесь добавляем муку в которой у нас находится сода для чего нам нужны сливки если масса которую вы сделали будет слишком густой вы можете добавить туда пару ложек сливок наша масса перемешалась и сливки нам не потребуется потому что она у меня достаточно вязкая и если я добавлю сливки будет слишком жидко выпекать будем на перфорированном коврике достаем дежу собираем все со стенок тщательно перемешивайте если вдруг увидите что ну допустим мука не перемешалась берем большую ложку столовую и берем небольшое количество нашей овсяной смеси рекомендую предварительно намочить руки или работать перчатку можно делать не такие большие скатываем шарики раскладываем раскладывая эти шарики на расстоянии друг от друга потому что во время выпечки ваше печенье станут больше старайтесь чтобы они были одинакового размера так 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 Продолжение следует...